Всем привет! Привет! Мы на канале Рестайл Студио и мы сейчас в Париже. Да, мы приехали сюда снимать влоги, посвященные шопингу, и как всегда мы не могли пройти мимо винтажных магазинов, а в Париже особенно, это было бы просто преступление. Их тут очень много. Да, и поэтому мы решили поисследовать, что же тут есть. Мы прошлись по разным магазинам и можем вам рассказать примерно, как они делятся и что же в них купить. Итак, винтажные магазины Парижа можно поделить условно на три сегмента. Первый сегмент это самый дешевый, где вещи начинаются от 1 евро или даже продаются по весу килограммами. Здесь есть даже такой килошоп. Что мы можем сказать? В отличие от Италии, здесь достаточно сложно найти очень дешево и очень круто. То есть винтажное платье за 7 евро в Италии купить реально классное. В Париже гораздо сложнее, много вещей поношенных, достаточно старых. И нужно обойти несколько винтажек и прямо рыться, чтобы найти какое-то свое сокровище по такой низкой цене. Италии. 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 Также здесь есть винтажные магазины среднего ценового сегмента. И тут стоимость вещей варьируется где-то от 30 до 50. Ну может быть верхняя одежда 70-80. Там есть интересные вещи, но я тоже не могу сказать, что выбор нас как-то особо порадовал. Да, покопаться можно, можно найти какие-то удачные единицы, но нужно искать. Можно даже найти, например, за недорогую цену таких винтаж, как в Тренчбергере, но он уже будет все еще такой поношенный, как выдавший видок. И знаешь, еще мне показалось, что в винтажных магазинах Парижа тут как бы нет такого, что если вещь хорошо поношенная, то это плохо. Тут таких вещей встречается достаточно много. Что вещь уже практически потеряла весь свой вид, но она продается. Она же там, например, Burberry. Ну то есть, Ань, тут вообще нет какого-то момента, когда вещи утилизируют до последнего, даже если она рваная, с которым вот там подкладом мужики там. КОНЕЦ 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 И самое основное, это люксовый сегмент. И мы сделали вывод, что винтажный шопинг в Париже особенно имеет смысл, если вы хотите прихватить себе какую-то вещь с историей, какую-то дорогую вещь, премиум французского бренда. Мы, если честно, чуть не подрались из-за сумочки Шанель, которую вы видели. Нам не разрешили там снимать, она была такая красивая. Мини-классическая. Микро-размера. Красивого красного оттенка. Она очень красиво смотрелась. Стоила больше... Она стоила 2200. А, 2300. Она стоила то же, чем вот эта сумка, на которой стоит сейчас наша. Она стоила 2300, но она была невероятная. Она была уже немножко поюзанная. Поюзанная хорошая сумма или недостаточная? Нормально. Но она реально была поюзанная. Немножко прогнувшаяся. Она из 90-х годов, той сумке почти 30 лет. Да. И туда не помещался телефон. Но мы вышли оттуда, мне кажется, из того винтажного магазина, даже очень расстроенные, потому что мы не могли решить, кому эта сумка достанется. К счастью, мы подумали какое-то время и поняли, что это не очень рациональная покупка. Тем более, такие модели периодически появляются в бренде и по такой же цене, что самое интересное. Чуть-чуть побольше, в который влезает телефон. Потому что в эту сумку телефон не влезает. То есть это такой, как предмет искусства скорее. Но рациональная ли эта покупка была бы скорее нет. Так вот, переходим к ценам и к люксовому сегменту. Нам не дали снимать практически нигде. Мы исследовали основные винтажки в квартале Море, но люксовые винтажки нам пришлось поисследовать еще в других районах, потому что нам нигде не давали снимать. Они просто... Там нет мест для примерки. Вы должны понимать, что вы будете мерить платье Сен-Лоран за 800 евро, стоя в общем зале, где два продавца еще с вами, чтобы, не дай бог, вы ничего не сфотографировали. И самое интересное, мы обычно договариваемся так, что, может быть, кто-то будет отвлекать консультанта, будет примерять, а там, может быть, когда-бы чуть-чуть удастся что-то показать. Но в этот раз не получилось, потому что только, знаете, я тянулась к своей сумочке, как ко мне подлетал консультант и кричал «ноу камера, ноу камера», хотя я даже телефон не доставала вообще за все пребывание в этом винтажном магазине. Но хочу заметить, что были невероятно просто огромный выбор ремней, была огромная стена в брендовых ремнях, и Диор, и лучи, конечно же. Какой-то как сбруя. И они такие красивые, они такие вот, и видно, что с историей, видно, что не самая последняя коллекция. Такие сумки были. А сумма, какой был выбор, нам очень хотелось это поснимать. Мы даже с Нарти обсуждали, что если бы мы отсняли хотя бы чуть-чуть в том винтажном магазине, то, в принципе, можно было бы уже ничего не снимать, потому что там очень наглядно все демонстрировалось. Я очень пыталась, я думала, они отойдут, когда я буду раздеваться, но нет, я разделась до белья, чтобы примерить платье Сон Лоран на таких деревянных пуховицах, темно-синее, шерстяное, с огромными карманами. И платье было шикарное, оно было дорогое, но оно стоит этих денег. Но никто не вышел из зала, они смотрели, она стояла, смотрела на меня, чтобы я не достала телефон в этот момент. Да, так что все было очень строго, и нам не везде удалось поснимать, но в одном все-таки удалось. Спасибо им большое, они были очень любезны. Кстати, если честно отнести к этому магазину, то именно там у меня возникло ощущение, что это же брендовое, не важно, что оно такое старое, такое помошенное, оно будет продаваться. Спасибо. 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 Соответственно, что мы ищем в винтажных магазинах Парижа? Хорошие вещи с историей, премиум французских брендов. Сумки Chanel Classic очень много в различных вариациях, потрепанные, новые, но не ждите цену, что она будет сильно ниже бутика. Только если сумка поношенная, даже когда поношенная, иногда бывает, они стоят так же. То есть, ну, примерно классическая средняя 2,55, если там она около 3,5-4 тысяч получается в бутике, примерно так же будет стоить и в винтажных. Что еще интересно, очень много сумок Hermes, есть Birkin, есть Kelly, есть разные степени потрепанности, есть как новые, есть достаточно поношенные. Маленькая Kelly достаточно была потрепана, но в принципе нормально, как будто вы ее активно носили, она стоила, по-моему, 4,5 тысячи евро. Но так же, как вы знаете, на них стоимость ниже не будет, потому что вы не стоите за ними в очереди, как некоторые. Так же, это жакеты Chanel, их очень много, и я, кстати, замечаю много, не знаю, замечала французинок, которые ходят, и мне кажется, это винтажные, потому что они такие немножечко набитавшие виды, и не совсем из новой коллекции. И это смотрится классно, если вы носите современными вещами, походиться с таким жакетом можно. Стоит он будет где-то около 1000 евро. Так же, что здесь можно еще найти? Винтажный Givenchy Saint Laurent, платья, винтажные Dior, тоже платьев достаточно много. Кстати, Saddleback абсолютно реально купить винтажное. Кстати, да, я видела, и она стоила 600 евро, но она прям была такая винтажная-винтажная. Я даже задумалась на... Ну, она такая, она была как будто коричневая, у нее такая потертая кожа, и это не тот Saddleback, который вы увидите на, там, многих там фотографиях в Инстаграм. Это реально очень интересно, Saddleback. Ну, и вообще про аксессуары, наверное, стоит отметить. Огромное количество ремней, вот даже ремней RMS. Это то, чего, кстати, нам не хватило в Италии. Да, да, было очень много ремней. Серьги. Если вы хотите серьги а-ля Chanel, вы тут можете заказать себе практически любую модель. Скорее всего, она будет. Какие-то красивые крупные клипсы винтажные, либо аккуратные серьги. Я там себе приобрела тоже одни аккуратные серьги, там и жемчужинка. В общем, выбор огромный. А еще очень крутые браслеты RMS, огромные браслеты Chanel, серьги, которые были. Они, наверное, где-то будут на видео, а не в виде такой кругляш. А тут как мешок белый с надписью Chanel, как из магазина, очень классно смотрится. То есть и оригинальные, и более базовые, спокойные. Ты сказала, что три стилера, это твое себе стилера. По-моему, да. Нет, три стилера, если что. А, я хотела рассказать, что здесь даже, вот то, что мы заметили, не по одной бывают вещи, а по две-три одинаковых в магазине. И когда Алина примеряла блузу Gucci, достаточно красивую. Базовую, кстати. Достаточно приталенной для тебя. Но, в любом случае, это была бежевая, красивая, с банком базовая блузка. И я говорю, а вот есть вторая, давай размеры посмотрим. Алина говорит, в смысле вторая? В смысле посмотрим размеры? Мы же как бы не в магазине кучем. А потом Алина нашла бирку, на которой было написано не для продажи форма продавцев консультантов. Да, да, да. Там было просто написано, что это форма не для продажи. Да, но мы решили, что продавцы консультантов не ходили. И вот это тоже интересно. Да, и вот серьги, мне тоже кажется. Есть где по парочке лежит вариант. Мне тоже кажется, что это вот для консультантов, может быть, было. Но это тоже интересно. У вас есть даже возможность выбрать что-то лучшее для себя. Мы рассказали вам про парижские винтажки. Надеюсь, умели вас заинтересовать. Расскажите, нравится ли вам винтажный шопинг. Как вы вообще к этому относитесь? Мы верим к нам за. Давайте вещам о второй жизни. И искать эти сокровища. Это очень круто. Рекомендую попробовать. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. Любите ли вы винтажные магазины. Может быть, у вас был какой-то опыт. Нам будет интересно прочитать. Ну и до встречи в следующих видео. Пока. Пока.